Итак, здравствуйте! Если вам интересно, как создавать вот такие фотографии на 360 градусов, добавлять их в Facebook, в Google, тогда смотрите видео обучение. Данное фото сделано с DJI Phantom 4 Pro+. Для создания фото в 360 градусов есть программа PTGui. Она складывает все фотки в одну кочу, в один файл. Нажимаем Load Image, загружаем изображение. Заходим в папочку. Я беру DLNG файлы. Ну, так же самое можно брать и JPEG файлы. Выделяем и открываем. Все изображения подгружаются. Далее нажимаем Aling Image. То есть эта кнопочка складывает полностью все 34 фотографии в один файл. Так, просчет завершен. Панорама готова. Как видите, часть изображения сверху неба нет. Ничего страшного, мы потом добавим. Дальше мы создаем саму панораму. Я выбираю Photoshop формат 16 бит. И для того, чтобы панорама загрузилась в Facebook, в Google, выбирается 10 тысяч на 5 тысяч пиксель. Нажимаем Create Panorama. Создалась панорама, у нас PSD файл готов. Открываем его. Я делаю дубликат этого слоя. И нажимаю Ctrl-Shift-E, чтобы объединить в одну кучу. Дальше. Захожу в фильтры и открываю камеру RAW, чтобы обработать само изображение. Так как это снималось вечером, добавляю немножко теплого цвета, чуть-чуть. В розовый, в красный. И ровняю по экспозиции, по контрасту. Можно, ну, это уже по своему усмотрению. Кто как хочет, так и обрабатывает фотографию. Фотография обработана. Дальше я создаю опять же дубликат слоя и отключаю. Это на всякий случай. Вдруг что-то вам понадобится или пойдет не так. Беру, выделяю часть неба, копирую, вставляю. Сейчас я включу прозрачность немного, чтобы его выровнять. Все, я его выровнял. Прозрачность назад. Выделил слой с небом. Нажимаю Ctrl-T и расширяю изображение неба сама. Окей. Ну, это не всегда работает. Надо иногда дорисовывать очень много всего по небу. Так что, в данном примере будет именно так. Сохраняем сам проект. Дальше я создаю файл JPEG. Также его сохраняю в ту же папку, что и все изображения. Сохранил. И максимальный JPEG по качеству. И открываем теперь само изображение с JPEG в отдельном окне в Photoshop программе. Открыли JPEG, закрыли PSD. Дальше. Выбираем 3D. Новая панорама. Открывается панорама. Практически у нас она готова, как видите. Сейчас надо убрать вот этот некрасивый бок сверху. Это можно сделать очень просто. Выделяем область эту. Берем крох. Также я делаю 300 пикселов, чтобы смягчение было. Выделяем. Примерно по центру выставляем. Берем фильтр. Блур. Гауссблур. Примерно на значение 200 поставим. Все довольно красиво. Практически и ничего не осталось видно. Все. Панорама у нас готова. Далее нам нужно экспортировать панораму 3D. И экспорт панорамы. Даем подходящее имя панораме. И сохраняем. Все. Файл с панорамой у нас готов. Этот файл дальше можно экспортировать в Google карты. В Facebook. Еще там что-то воспринимает это все дело. Нажимаем фото и видео. Заходим в папочку с панорамой. И выбираем тот же пэк файл. 360. Что мы сделали. Экспортировали в Photoshop. Изображение загрузилось в Facebook. Обрабатывается немножко там. Это занимает небольшой период времени. Дальше мы должны нажать на эту кисточку. И выбрать то центральное изображение. Которое мы хотим показывать людям. Сохранить. И далее опубликовать. Продолжение следует... Продолжение следует...